Не самые простые времена переживает таможня, собственно, как и все организации, которые формируют экономические показатели страны. Ежегодно уссурийские специалисты в зеленой форме удивлялись статистическими данными перечислений в бюджет. Из года в год цифра увеличивалась, но не в 2020-м. За 9 месяцев 2020 года в доход федерального бюджета уссурийской таможни перечислено 5 миллиардов 130 миллионов рублей. В сравнении с прошлым годом эта сумма сократилась на 18%. Это связано с отслежением физического объема товара, перемещенного через границу. Не просто сокращен, а был полностью остановлен туристический поток в начале пандемии. Страны закрылись для посещений. Позже дали зеленый свет больше грузам, но с ограничениями с китайской стороны. Ночевать в КНР нашим водителям нельзя, потому допоздна таможенники впускают домой. Сократилась, но не изменилась структура импорта. С уменьшением, но везут овощи, фрукты, хостовары и стройматериалы. Очень быстро сориентировались предприниматели Дальнего Востока, Приморского края, когда первая война пандемии в марте месяце развивалась. Была очень быстро организована поставка средств для защиты. Маски, защитные очки, халаты, аппараты искусственной вентиляции легких и прочие необходимые товары. Некоторый простой на границе пошел и на пользу. Еще в 2017-м президент страны распорядился все пункты пропуска привести в соответствие. Работы начались в этом году. В Приморье особенно проблемных две территории. Это пункты в Краскино и Пограничном. В 2024-м обещают совершенно новое строение, параллельно преобразуют старые. В этом году уже выданы бюджетные сигналы отдельные на приведение этих пунктов пропуска в тот вид, чтобы можно было увеличить хотя бы пропускную способность. Сейчас проводятся там работы по установке весового оборудования автомобильных весов и в том и в том пункте пропуска. Лидерам по экспорту продолжает оставаться лес. Причем наряду с законными перевозками древесины в Китай ежегодно находятся любители сэкономить. Так, за неполный 2020 год возбуждено 14 уголовных дел по статьям «Контрабанда леса». Задержано на границе древесины на 134 миллиона рублей.